Путешествуя второй день по Айутая, наши планы входило посетить Ват Набхамен, Кинг Нарисуан Монумент, Ват Пхухатонг, Ват Лакая Судхаран, Ват Набхамен, который иногда еще называют монастырем перед погребальным костром, интересный действующий храм, который был построен во времена правления короля Проматеводи Айи в 1503 году. Передняя часть остроконечной крыши имеет филигранное изображение индуистского человека-птицы Гаруда из стеклянной мозаики в окружении деревянных скульптур 26 ангелов. Внешний вид храма в настоящее время не слишком отличается от первозданного, поскольку бирманцами он разрушен небом. Интересная история Ват Набха. Во время сиамского бирманских конфликтов 18 века бирманский король напал на Айутая и установил пушки рядом с храмом, чтобы поставить под угрозу находящийся рядом королевский дворец. Но пушка взорвалась и смертельно ранила его. Бирманские армии, которые впоследствии нападали на Айутая и уничтожившие большие участки древнего города, из-за суеверия и от страха смерти бывшего своего короля пощадили храм. Основная часть туристов из России очень далеки от буддизма. Между нашей страной и Таиландом существуют колоссальные различия как на религиозном, так и на культурном уровне. И неудивительно, что путешествуя по королевству, туристы порой сталкиваются с обескураживающими ситуациями. В отведенные для посетителей часы в храмы Таиланда могут заходить все желающие, однако при этом следует соблюдать несколько правил. Одевайтесь правильно, колени и плечи должны быть закрыты. Снимите обувь, шляпу, солнцезащитные очки. Вы не должны указывать ни пальцами, ни ногами на статую монаха или бунду. Ноги считаются нижней и грязной частью тела. Советы для женщин. В буддийской культуре вы никогда не должны трогать монаха или его одежды. Если вы хотите что-то подарить монаху, вы должны передать его мужчине, чтобы он передал монаху и поместил его в какое-то место. Вы не можете передать его монаху напрямую. Женщины не могут сидеть рядом с монахом. Самый интересный объект храма – это статуя Будды. Он был построен из гипса, покрыт металлом, а затем полностью покрыт золотом. В ширину 4,4 метра и 6 метров в высоту. Конструкцию крыши поддерживают 8 6-метровых колонн, венчанных бутонами лотоса. Колонны окрашены темный красный цвет с золотыми украшениями. Красный потолок тоже затейливо украшен золотом. Располагаясь в храме, возбраняется садиться так, чтобы ноги были вытянуты в сторону алтаря, представителей духовенства или изображений Будды и святых. Это правило является логическим продолжением того, что надо снимать обувь. Если вы хотите сесть в храме, то дабы никого не оскорбить, лучше расположиться в позе лотоса или поджав ноги под себя. На территории храма есть небольшой вихран, где располагается еще один уникальный образ сидящего Будды. Образ был вырезан из зеленого камня. Изображение довольно древнее, предположительно от 7-8 века. Посетители храма за небольшую плату покупают подношения. Туда обычно входят цветки орхидей или лотосов, свечи и ароматические палочки. Внутри вата они садятся на пол, складывая руки в жести, приветствия и почтения вай. Затем на алтарь выкладывают цветы, поджигаются свечи и благовония. На горе всегда лежат три палочки. Одна является символом Будды, другая – Драхмы, его учения, а третья – Санхи, монашеского сообщества. После принесения подношений, прихожане три раза прикасаются лбом к полу, отдавая дань уважения трем основам буддийского учения. В своем путешествии мы проезжали мемориал-парк короля Норисуана. Памятник был построен на том месте, где происходили сражения против бирманцев. Расположение мемориала возле Чеди также символично. Эта ступа была построена в честь победы над Бирмой в 1569 году, и статуя Норисуан служит напоминанием о ценности, независимости, национальной гордости. Мраморный постамент и металлическая конструкция, венчанная монументом вооруженного короля Норисуан на лошадь. Это отображение известной битвы, которой Норисуан убил бирманского генерала ударом своего копья. Посетители этого мемориала могут быть озадачены множеством петушинных статуй вместе. Некоторые из этих петушинных статуй выше человека. Эти петухи – часть легенды, о которой мы рассказываем в своем предыдущем видео. После выхода популярного фильма о короле Норисуан петушинные статуи стали появляться в храмах во всей Аютая. Памятник был построен во время подъема тайского милитаризма и создания конституционной монархии. Военные лидеры понимали, что мифические иконы, такие как король Норисуан и король Токсин, были важны в продвижении их целей. И мемориалы были поддвигнуты во всей стране. Обожествление короля Норисуан со временем превратило его почти в супергероя. Храм Золотой горы Golden Mount – это удивительная по красоте 50-метровая чеди или буддийская башня в деревне Кукхаатон возле Аютая. Массивная пагода возвышается посреди рисовых полей, ее можно увидеть издалека. Здесь не так много туристов. В 1569 году, покорив Аютая, бирманский король пришел построить в честь своей победы большую чеди в стиле мон. Рядом с буддийским храмом Ват-Пут-Хао, однако было возведено только квадратное основание пагоды. Субтитры создавал DimaTorzok Принц Норисуан, память об объявленной независимости Аютаи, в 1584 году приказал построить на этом основании чеди в тайском стиле. Эта пагода затем многократно перестраивалась тайскими королями. Храм Ват-Хо Кхаутонг – это один из самых высоких тайских храмов. Посетители могут подняться на смотровую площадку пагоды, откуда открывается прекрасный вид на сельскую местность, окружающие рисовые поля и мемориал-парк королю Норисуану. Туннель на верхнем основании пагоды ведет к священной буддийской святыне, расположенной в центре ступла. В 1956 году правительство установило на вершине чеди золотой шар весом 2,5 кг в честь празднования 2500-летия буддийской религии. Храм открыт с 8 до 17.00, вход бесплатный, рядом находится монастырь. Ват-Лакая-Судха Ват-Лакая-Судха также известны, как Ват-Лакая-Судха-рам, одна из самых лучших достопримечательностей Аютая, которую вы не должны пропустить в этом историческом парке. Здесь практически нет туристов. Статуя лежащего Будды расположена в разрушенном храмовом комплексе. Сам Будда является весьма впечатляющим. 40 метров длины и 8 метров высоту. Рядом со статуей есть небольшой алтарь, где посетители могут сделать подношение. В части миниатюрная копия лежащего Будды на алтаре покрыта посетителями позолотой. Название этой статуи Пха-Пуда-Цайят Голова Будды покоится на цветке лотоса. Это самый большой лежащий Будда Ваютая и является вторым по размерам в Таиланде после лежащего Будды в Бангкоке. Статуя когда-то располагалась в собственной часовне, но она была разрушена. Найти на основании 24 колонны, размещенных вокруг. Теперь Будда лежит под открытым небом. Лежащий Будда изготовлен из кирпича и цемента. Дата постройки неизвестна. В 1954 году лежащий Будда был восстановлен. Вход бесплатный.